я всех приветствую на своем канале и сегодня будет обзор по такой орхидеи когда дробиум тетрагоном или я его еще называю дракоша а так по русское название этот четырехугольный почему же он называется четырехугольный потому что если мы посмотрим на его псевдобульбу она имеет четыре такие грани это ароматный дендробиум пахнет он такими терпкими женскими сладкими духами ко мне этот дендробиум попал где-то год назад это был подарок мне оторвали всего три или четыре псевдобульбы и я его уже потом посадила к себе он был совершенно с двумя с тремя корнями немножко хочу рассказать про него про его уход и как раз вот сейчас я снимаю я хотела показать все стадии развития то есть вот у него имеется шесть бульб вот эта псевдобульба я к сожалению оторвала на ней были бутоны и вот эти вот псевдобульбы были уже процвевшие но в этом году он опять выпустил вот эти цветоносы и вот на этой псевдобульбы мы только видим как развиваются бутоны и вот там вот тоже вдалеке такие бутончики а потом она развивается и начинает сначала более ярко распускается ну а вот здесь вот это вот первые цветочки они раскрылись этот дендробиум австралийский обитает он в оврагах около побережья может быть может встречаться в горах и считается почему-то что это довольно такой капризный дендробиум но мне не показалось что он капризный потому что он очень быстро мне нарастил корни быстро пошел и сейчас я покажу вам корневую в чем у меня растет вот такую мы имеем корневую так как дендробиум для меня был новый я его посадила в прозрачный пластиковый горшок чтобы наблюдать за корневой и сейчас уже я вижу что корни у него очень хорошие наросли я понимаю как ухаживать и его уже можно будет пересадить керамический горшок что в чем же он сидит у меня он сидит у меня в лаве здесь немножко серамиса есть немного совсем чуть-чуть мха ну и конечно кора эти дендробиумы различаются по окрасу бывают более яркие бывают с краснотой немножко бывают и более желтые мне он понравился и мало того что он очень смотрится оригинально из-за того что у него вот такие вот интересные псевдобульбы вот этот белый налет на листиках это следы обработок еще тех когда он был в теплице они к сожалению но я их не очень сильно и старалась вымыть но молодые уже псевдобульбы листики уже нормальные итак расскажу еще немножко про полив поливаю я летом его обильно даже бывает у меня стоит вода вот в кашпо и он за весь день эту воду выпивает когда я его принесла к себе он был весь иссушен и псевдобульба была вся сморщенная она такая была аж плоская но после того как он у меня постоял в воде и постоял у меня в воде он случайно когда я уезжала мои мои знакомые которые приходят поливать они просто забыли вылить воду из кашпо и когда я приехала я увидела очень интересный такой поворот что этот дендер был напившийся такой жирный стал я поняла что ему очень нравится вода его надо поливать конечно обильно и после этого я начала его хорошо поливать он ну как я и сказал да уже напился такой был жирненький и потом начал выпускать псевдобульбы так как корней у него было не так много еще на тот момент псевдобульбы у него выросли не очень длинные но уже видите с новыми бутончиками и как по моим наблюдениям я так понимаю что этот дендробиум может цвести со старых псевдобульб это тоже очень интересно вот такой красавицы и очень необычный он украсит любую коллекцию и даже не цветущий будет очень интересно смотреться спасибо что вы были со мной и я вам желаю отличия настроения и увидимся на моем канале до встречи пока пока пока